КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО Приветствую вас, уважаемые посетители! Имею возможность представить вам свою очередную работу. Итак, имеется типичный санузел в новостройке. Дом построен в 2000-х годах. Что желает видеть заказчик в санузле? А ничего особенного, все стандартно. Демонтировать сантехкабину заказчик отказался, хотя в процессе работ пожалел, мотивируя тем, что действительно можно было увеличить площадь санузла. Да, обойтись без демонтажа сантехкабины в данном случае можно, так как стены гипсовые и относительно новые. С эциитом такой вариант не прошел бы. Одним из главных пожеланий заказчика было убрать вентиляционный гипсовый короб в туалете, который, по словам заказчика, визуально давил на мозги. Что ж, давайте посмотрим. Открыв дверь, в глаза сразу бросается полотенцесушитель, или, как его еще называют, портянкосушитель под раковиной. Согласитесь, бестолково. Кроме носков там больше особо ничего и не высушишь. Ну, если только не считать того, что обогревает ванную комнату. Сантехника, потолки и плитка в санузле еще от застройщика. Сантехника, ты морково. Их так благодарь. Продолжение следует... Что ж, приступим. Начинаю я ремонт в ванной комнате с очистки стен от старой краски и с демонтажа напольной плитки. Кстати, плитка на полу, как ни странно, была приклеена на совесть, несмотря на то, что вместо напольной на полу была приклеена настенная плитка. Экономили, наверное. Для лучшей акдезии стены со штукатуркой делаю так называемые насечки. Я считаю, что для гипсовых стен такой вариант надежнее какого-либо праймера. Также для абсолютной надежности можно набить штукатурную металлическую сетку. Для последующей качественной укладки плитки бетонный плинтус сбиваю вровень со стеной. Продолжение следует... Также был демонтирован вентиляционный гипсовый короб, который, по словам заказчика, давил на мозги. Теперь приступаем к газосварочным работам с заменой центральных стояков. Продолжение следует... Поскольку заказчик пожелал перенести полотенцесушитель на противоположную дальнюю сторону санузла, мы с разрешения ЖЭК в качестве перемычки ставим дюймовый вентиль. Таким образом можно будет контролировать циркуляцию воды, а соответственно и функциональность полотенцесушителя. Теперь, когда газосварочные работы в санузле завершены, я приступаю к штукатурным работам. Перед нанесением штукатурки обязательно грунтую стены грунтовкой КНАУФ ТИФЕНГРУНТ. После установки маячков начинаем штукатурку стен. Для установки маяков я использовал отвес, по которому были выставлены направляющие, подоцинкованные маяки в виде саморезов. Штукатурка с соблюдением геометрии стен в ванной комнате завершена. Теперь посмотрим результат штукатурных работ, а именно угол и плоскость стен. С помощью строительного уголка 60 на 40 сантиметров проверяем, имеются ли прямые углы. Итак, смотрим. Линии, которые вы видели на стенах, это не метки ранее выбранных мест, где присутствует прямой угол, а линия отчерчена по уровню, которая необходима для корректной установки угольника. Известно, что если одна сторона угольника будет выше или ниже относительно другой стороны, то угольник будет показывать погрешность даже при идеальной геометрии стен. Далее устанавливаем провила длиной 2,5 метра по диагонали и проверяем плоскость стен. Далее устанавливаем плоскость стен. После штукатурки стен в ванной комнате таким же образом начинаю выравнивание стен в туалете. Хочу отметить, что только с помощью отвеса можно выставить маяки с погрешностью плюс-минус 0,5 миллиметра. Хоть и дедовский способ, зато самый верный. После штукатурки стен я приступаю к выравниванию пола. Перед заливкой пола грунтую поверхность все той же грунтовкой глубокого проникновения к науфтифингрунт. И устанавливаю направляющие оцинкованные маяки. Теперь, когда маяки установлены, следует заливка пола. Пол я обычно заливаю либо наливным полом, либо сухой смесью М300 в перемешку с плиточным клеем ЮНИС Плюс. В данном случае я использую смесь М300 и ЮНИС Плюс. После стяжки я приступаю к разметке и штраблению стен для монтажа труб водоснабжения, канализации и вытяжки в санузле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алмазная резка стен – дело достаточно шумное и пыльное, даже с использованием пылесоса. Поэтому одним из важных моментов этого процесса является защита органов дыхания, зрения и слуха. В общем, кому предстоит данный вид работы, ему не безразличное его здоровье, советую, как следует экипироваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изготовление штраб для водопровода, канализации и вытяжки в ванной комнате завершено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь после пыльных работ можно приступить к покраске стояковых труб. Покраска центральных труб производится не только из эстетических соображений, но и для предотвращения коррозии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри короба может создаться некий вакуум. В таких условиях температура оцинкованных труб ГВС и ХВС повлечет за собой появление конденсата, а конденсат, в свою очередь, спровоцирует появление грибка, плесени и так далее. Поэтому, чтобы избежать таких неприятностей, одеваем трубы в теплоизол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно начинать монтаж горячего и холодного водоснабжения. Начну я со сборки и установки сантехнического узла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для жесткого крепления коллекторов я использовал сподручные материалы, а именно металлический элемент, который ранее служил крепежом для старых стояковых труб. Немножко подрезал, выгнул, просверлил, покрасил, и получилось отличное надежное крепление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После установки распределительного сантехнического узла необходимо проверить прочность и герметичность соединений, то есть опрессовать. Для этого открываем шаровые экраны и подаем давление. В данном случае давление в стояках 5 атмосфер. Если это давление не соответствует рекомендациям производителей сантехнических аксессуаров и электроприборов, то его всегда можно будет отрегулировать с помощью установленных регуляторов HENIVEL. Далее следует разводка металлопластовых и канализационных труб. Для монтажа водоснабжения на данном объекте я использовал немецкие металлопластовые трубы и водорозетки с пресс-фитингами Aventrop, которые также были опрессованы. Для канализации использовались трубы ПВХ также от немецкого производителя Ostendorf. КОНЕЦ Также была сделана подводка на кухню. После сантехнических следуют электромонтажные и вентиляционные работы. Монтаж вентиляционного канала для вытяжки производился трубами ПВХ. Почему именно канализационное ПВХ? Да, потому что в таком случае получается плотное прорезиненное соединение, которое усиливает тягу, особенно если на один канал приходит два вентилятора. Электропроводка монтировалась по контурам надежным проводом NUM и через распаечные коробки. Установка и подключение накопительного бойлера Ariston емкостью 15 литров. Бойлером заказчики будут пользоваться только во время планового отключения горячей воды, и поэтому я не стал акцентировать свое внимание на жесткой подводке. Как видите, крепление для коллекторов получилось на самом деле жесткое и надежное. Теперь, когда необходимые работы произведены, монтирую каркас для сантехнического короба, который закроет все трубы. После обшиваем изготовленный каркас влагостойким гипсокартоном и устанавливаем ревизионный люк-невидимка. Благодаря определенным размерам люка у нас имеется абсолютно свободный доступ ко всем сантехническим коммуникациям. Далее следует гидроизоляция пола в санузле. Для гидроизоляции можно использовать следующие материалы. Каучукобитумную эмульсию, латексную или гидроизоляцию на цементной основе. В данном случае я использовал каучукобитумную эмульсию КНАУ ФЛЭХ-Индикт. Хороша тем, что не подвергается деформации и имеет отличную акдезию. Теперь устанавливаем ванну. Возможно, увидев в моем исполнении такое не в первый раз, вы зададитесь вопросом. Зачем нужна эта штраба? Отвечаю. Штраба, которая после установки ванны заполняется гидроизоляционным раствором, придает ванне дополнительную жесткую фиксацию и герметичность. Если этого не делать, то со временем ванна начнет давать усадку, и шов между ванной и плиткой начинает трескаться. В результате вода просачивается и начинает разрушать стену. Отсюда и грибок, и прочие неприятности. Также к ванне было подведено заземление. После установки и подключения ванны заделываю штрабу по периметру и, как обычно, наполняю ванну водой для проверки функциональности сифона и слива-перелива. Субтитры добавил DimaTorzok Для ванны было установлено латунная обвязка и сифон с установкой жесткой трубы для слива в канализацию. Три минуты и пятнадцать секунд понадобилось для полного слива воды плюс-минус две секунды. Это мои подсчеты. Протечки воды также не обнаружено. Итак, убедившись в качестве установки и подключения ванны, я приступаю к изготовлению экрана под ванну из пеноблоков. Затем производим штукатурку, устанавливаем ревизионный люк с трехзвенной петлей и на этом все. Устройство экрана для ванны завершено. Теперь приступаем к плиточным работам. От верхнего края ванны начинаю кладку плитки. На сопряжении ванна-плитка я оставляю шов, идентичный остальным межплиточным швам, который в последующем затирается затиркой с антигрибковым и водоотталкивающим эффектом. К сожалению, практически у всех производителей поверхность борта кривая, поэтому плитку приходится подрезать и подгонять вручную, таким образом, чтобы шов был одинаковым, а кривизна ванны не была заметной. Некоторые из мастеров закрывают глаза на такие вещи и решают эту проблему с помощью различных плинтусов, уголков и так далее. Или вовсе укладывают как есть и придумывают отговорки типа «А что я сделаю? Та ванна кривая тут ничего не сделаешь». Для нанесения клея я использую зубчатый шпатель или, как его еще называют, гребенка. Размер зуба 8 на 8 миллиметров. Но это еще, конечно, зависит и от размеров плитки. Наношу я плиточный клей на каждую плитку по отдельности. Но зачем? Ведь для ускорения процесса клей можно нанести на стену, возможно, подумаете вы. Нет. Такую ошибку допускают многие. И зря. При нанесении плиточного клея в большом объеме, стена успевает впитать влагу, необходимую для реакции клея, а сам клей успевает покрыться корочкой, вследствие чего происходит некачественное сцепление плитки с клеем. После такой укладки плитки во влажных помещениях, а также при перепадах температуры, плитка со временем сама начнет отслаиваться от стены, что может привести к плачевным результатам. Мне лично не хотелось бы, чтобы во время принятия ванной мне на голову свалилась плитка. Продолжение следует... Процесс укладки плитки в туалете и в ванной комнате. Продолжение следует... Некоторые могут сказать, что это уже прошлый век, и необходимо пользоваться только электрическим плиткорезом с алмазным диском. У тех, кто так говорит, хочу спросить, а вы видели результат резки после электрического станка? Как потом обрабатывать эту безобразно сколотую эмаль? Если кто из вас поработал с таким плиткорезом, то понимает, о чем я говорю. Неужели вы думаете, что я сознательно буду ухудшать качество, лишь бы облегчить себе работу? Нет, конечно. Это против моих принципов. Именно поэтому я использую только механический плиткорез. А если использовать качественный дорогой инструмент, то рез плитки получается практически как заводской. Хочу отметить, что подгонка и укладка нижнего ряда настенной плитки следует только после укладки напольной плитки. Поэтому, не доводя последний ряд, я приступаю к укладке плитки на пол. Для укладки напольной плитки я использую быстродействующий и эластичный плиточный клей Lugato Schnell Flexible. Укладка плитки в санузле практически завершена. Осталось только затереть межплиточные швы. Но это мы сделаем чуть позже. Сейчас давайте посмотрим результат этой кропотливой работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему я установил под ванну люк со сдвижной трехзвенной петлей? Потому что в отличие от распашных, этот люк при открывании сдвигается в сторону. И это очень актуально в нашем случае, так как слева напротив люка будет установлена раковина со шкафом, то есть Майдадер. Теперь представьте, если бы здесь был установлен распашной люк. Как его открывать? Да никак. Размеры люка при распахивании не позволили бы этого сделать. Пришлось бы снимать раковину. А вот в этом случае сдвижной люк нам не подходит, потому как сдвигать его особо некуда. Поэтому распашной люк здесь в самый раз. Главное с размерами определиться, чтобы был свободный доступ ко всем сантехническим коммуникациям. Следующий этап плиточных работ – это затирка межплиточных швов. Как я и говорил, шов между ванной и плиткой заполняется затиркой «Ультраколор» от «Мопей». С него я и начинаю затирку швов в ванной комнате. Теперь, когда межплиточные швы в санузле затерты, я приступаю к установке сантехники и аксессуаров, таких как полотенцесушитель, раковина, унитаз, смеситель и так далее. По завершению отделочных работ в санузле приступаю к установке двери. После подгонки и сборки между полотном и дверной коробкой оставляю зазор 3 мм. Для этого использую арголитовые ставки толщиной 3 мм. Спустя сутки после полного высыхания монтажной пены следует кропотливое дело – это врезка и установка дверных петель и замков. Все. Ремонт в ванной комнате и туалете завершен. Смотрим результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В завершении данного фильма предлагаю еще краткий обзор того, что было до ремонта и что стало после. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые зрители, этим видеоматериалом я пытался подробно показать вам, как происходит ремонт, как происходит ремонт в ванных комнат ванных комнатах, как происходит ремонт в ванных комнатах, санузлах, а также предостеречь от недобросовестных исполнителей. Надеюсь, что предоставленная вам информация была понятной, интересной и полезной. Выводы делать вам. Всем спасибо за внимание. Комплексный ремонт ванной комнаты и туалета производился с 12 апреля по 7 июня 2011 года по адресу город Москва, улица Верхние Поля, дом 42, корпус 1. Заявки на осуществление ремонта ванной комнаты санузла принимаются пониже указанным контактным данным. Адрес. Россия, город Москва. Телефоны 8 926 471 86 02, 8 985 427 47 07. Контактное лицо Руслан Игоревич. Электронная почта. Ремонт Дефис Санузел. Собака. Мэйл. Точка. Ремонт Дефис Санузел. Ру.